МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика, в студии Ольга Пыречкина. Сегодня в Чебоксарах распахнул свои двери новый детский сад. В своей очереди дождались 240 ребят. Воспитывать их будут не хуже, чем московских дошколят. К их услугам сенсорная комната, лекотека и интерактивный центр. Клава Республики на торжественном открытии отметил, что новое здание отвечает стандартам 21 века. Убедился в этом и мой коллега Дмитрий Ковалев. Ау, иди скорее, я вниму тебя! Ой, как здорово, что есть на свете, друзья! Задорные игры в обнимашке, хороводы у живой елки. На площадке у детского сада малыши и их родители уже чувствуют себя как дома. В преддверии Нового года мечты сбываются. Этот известный слоган как нельзя лучше подходит для сегодняшнего события. Спустя год строительство дошкольного учреждения завершено. Перерезать красную ленту доверяют виновникам торжества. Ура! Родители нам в окно! Ура! Детский сад номер 7 созвездия официально объявляется открытым! Два месяца ждали, пока открывался садик. Звонили, сказали, что собирали справки. И все оформили, да? Сейчас сегодня открытие. Ходили, помогали, убирались после ремонта. В новом детском саду обустроили просторный физкультурный зал, интерактивный компьютерный центр, сенсорную комнату и бассейн. Для ребят закупили удобную мебель, новые игрушки и оборудование. Здесь все отвечает самым современным требованиям. Вот, к примеру, ноу-хау медицинского блока. Увлажнитель воздуха. Для оздоровления это новый современный аппарат-увлажнитель, бактерицидный ионизирующий, который расправляет воду с ионами серебра. Ребят здесь будут обучать даже английскому языку. Дошкольные учреждения полностью укомплектовали преподавателями. Они приступили к работе и помогают малышам адаптироваться в новых условиях. Номер своего садика многие из них уже готовы назвать без труда. А тебе, Машенька, скажи, что ты не можешь. Маша, ой, какое хорошие. Ты на какой сейчас садик ходишь, Маша? Какой номер? Семь. Семь? Развездие, да? Сегодня ребята и действительно почувствовали себя звездами. На суд почетных гостей они представили концерт с песнями и национальными танцами. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Созвездие девятый по счету детский сад, который открывается в этом году. В декабре будут сданы еще два дошкольных учреждения. Через три года очереди и вовсе сократятся на нет. В республике уделяется внимание и вопросам подрастающего поколения. К примеру, свои проекты инициирует полномочный представитель президентов ПФО. Мы десятилетиями развивали республиканские соревнования. Зорниц и Орленок, вы знаете. Это сейчас на уровне Привозка Федерального округа. Практически отрабатывается в разных регионах. Потом спортивный туризм. Наши участники заняли среди регионов Российской Федерации первое место. Я сам рад этим показателям. Тоже наши ожидания даже превзошли по результатам. Дальше проект Гвардеец. Доступная среда. Соответственно, вернуть детство. И ряд других. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Строительство еще одного Чебоксарского садика, который находится на контроле полномочного представителя президента ПФО, обсуждали сегодня в ходе личного приема граждан в региональной общественной приемной председателя партии «Единой России» Дмитрия Медведева. Прогнозы оптимистичны. И житель района Садовой получил ответы от главы региона и на другие свои вопросы. Хотел начать сразу с отток благодарности. За программу, которая у нас в Чувашии идет по коммерческому найму. Я получил квартиру по коммерческому найму. Очень доволен, что она есть, что молодые мы можем это учить, что нам это очень полезно. А в каком районе жили? В живом районе Садовой получил квартиру где-то 8 января 2012 года. Эдуард Игнатьев – отец двоих детей. Но для них в новом районе еще не построили ни школы, ни детского сада. Каждый будний день молодому отцу приходится отвозить старшего в Новоюжный район Чебоксар на учебу. Эти трудности временные, заверил глава республики. Садик в Садовом уже строится. Через полтора года дочь Эдуарда и другие маленькие жители микрорайона смогут его посещать. А школа появится к 2018 году. И учиться здесь могут полторы тысячи чебоксарцев. Еще один вопрос, который поднял Эдуард Игнатьев – освещение района. Вернее, его отсутствие. Нас замерку сейчас возьмем и до конца дорешили. Там есть вопросы с коммунальными технологиями, чего же энергия. Вот я неделю назад собирал их всех, тут друг на друга смотрят. Сейчас до конца все это разрушено. Финансовые средства выделены за счет бюджета. За счет бюджета построены в небюджетные источники чего же энергия. И поэтому наша задача – довести до конца, чтобы вы получили соответствующее освещение. А вот жители дома номер 9 по улице Афанасьева беспокоят плащевное состояние их жилья. Капитальный ремонт здесь не проводился ни разу с момента строительства, то есть с 1979 года. Дом был включен в программу капремонта. В 2013 году деньги были выделены, но их хватило лишь на то, чтобы поменять внутридомовые магистральные трубы и поставить четыре новых лифта. Недавно в доме случилась авария. Полетела дренажная система. Того и глядит, треснет фундамент. Беспокоится Валентина Матвеева. Михаил Игнатьев обещал, что аварию ликвидируют, систему приведут в порядок. Вопрос создания республиканского кадетского корпуса на приеме поднял председатель общественной организации Союз ветеранов военно-морского флота Чувашии Владимир Крюковский. Он отметил, что без поддержки органов власти открыть его будет невозможно. Согласно новому закону 273 образования, статье 86, создавать такой корпус может только субъект федерации. Те кадетские классы, они разрознены. Вот в Чебоксарах находятся две кадетские школы. Это 14 и Кочетово. Но у них нет интерната, где дети могли бы с республики и жить, и учиться, постигать все азы и науки. Не только общеобразовательных дисциплин, но и, соответственно, военных. Михаил Игнатьев отметил, что вопрос без внимания не останется. И предложил открыть корпус в Чебоксарах на базе кадетской школы имени Кочетова, а в Кугесях на базе коррекционной школы-интерната и его филиал. Галина Титарчук, Александр Петров, Республика. 1700 жителей республики стали обладателями универсальной электронной карты. Заявки на ее получение подали 11,5 тысяч человек. Такие данные приводит Медицинский информационно-аналитический центр Минздрав соцразвития Чувашии. Напомним, проект «Универсальная электронная карта» стартовал в Чувашии, как и по всей стране, 1 января 2013 года. УАЭК поступает в республику с двумя федеральными приложениями – идентификационным, с НИЛС-ЕОМС и банковским. С весны на карте автоматически прописывается региональное приложение – транспортное. При желании на УАЭК размещается электронная цифровая подпись, позволяющая подписывать документы и получать услуги в электронном виде на едином портале госуслуг. На территории Чувашии действует 13 пунктов приема заявлений и выдачи карт. Расположены они в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Аллатре, Шумерле, а также в Маргаушском и Чебоксарском районах. Карта выдается бесплатно сроком на 5 лет. Если вы тоже хотите подать заявление на изготовление универсальной электронной карты, необходимо обратиться в один из пунктов. При подаче заявления при себе необходимо иметь паспорт, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, полис обязательного медицинского страхования. Срок изготовления карты – 20 рабочих дней. Сегодня новоселье отметили в Ядринской прокуратуре. Строительство нового здания началось весной, а спустя полгода служители закона смогли переехать в новые кабинеты. Старое здание, построенное 45 лет назад, было рассчитано на 7 сотрудников. Посетители принимали даже в коридоре. Кабинеты очень маленькие, приходилось сидеть под два человека, потому что не хватало. В одно время еще, куда исследователи прокуратуры, потом туда отделились, следственный комитет образовали, следователи, следственный комитет сидели. Приходилось, конечно, в тесноте работать. Но сейчас это здание новое, конечно, условия и кабинеты большие, просторные и высотные. Можно сказать, стены даже будут помогать. Площадь нового здания почти в 4 раза больше. Оно отвечает всем современным требованиям. Новое здание, конечно, по сравнению с старым вообще не подается никому сравнению. Построенное для нас здание в настоящее время отвечает всем современным требованиям. Здесь обеспечен доступ маломобильных граждан. Здание оснащено локальной сетью. Вот если посмотреть, даже каждое рабочее место, оно полностью осуществлено для продуктивного труда каждого оперативного работника. На строительство нового здания потрачено более 19 миллионов рублей. Средства на улучшение условий работников прокуратуры Ядренского района выделил федеральный бюджет. Остается, чтобы люди, которые работают в хорошем условии в этом здании, действительно отдавали себя полностью службе для того, чтобы работа дальше шла. Первыми новое здание получили сотрудники Яльчикской прокуратуры. Теперь очередь ядринцев. Но в течение года обещают отремонтировать еще несколько помещений в других районах республики. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Евгений Анисимов. Республика. В предстоящие выходные сразу два циклонических вихря накроют снеговыми тучами по Волжье. Синоптики прогнозируют обильные осадки и гололед. В таких условиях водителям на дороге необходимо соблюдать все меры предосторожности. Навык вождения в сложных погодных условиях нарабатывается годами. А на дорогах сейчас все больше новичков. Только за неделю в республике произошло 60 ДТП. Из них половина по вине молодых водителей. Эти и другие цифры озвучили сегодня на правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Сейчас в Чувашии водители готовят 50 школ. Спрос на их услуги постоянно растет. Правда, отмечают с ГИБДД качество наоборот – падает. Если в прошлом году была выдана 21 тысяча удостоверений, то в этом пока 19,5. Это всего 67% тех, кто обучился. При этом с первого раза экзамены сдают и того меньше – каждый третий. Проверяющие организации анализируют, в каких школах процент не сдавших больше. Министерство образования готово лишать лицензии такие организации. И такая картина характерна для всей России. Поэтому меры надо принимать уже на федеральном уровне. Низкой культуре молодых водителей способствует множеству факторов, в том числе ненавидительный процесс подготовки в автошколах. Зачастую обучение в автошколах сводится только подготовке кандидата водителей, как бы им только добиться сдать экзамены ГИБДД. Нормативный правоактор, репоментирующий процесс подготовки водителя, не позволяя госавтоинспекции контролировать, влияет на процесс обучения кандидатов и водителей. Подготовка водителя автошколы стала неуправляемым процессом, а точнее просто переведена на коммерческие рельсы. К сожалению, оценки деятельности автошколы становятся только количественным результатом сдачи экзаменов. По принципу, чем больше и тем лучше. И совсем не берутся в расчет данные по областникам автошкол вину совершенно ДТП. Владимир Романов сообщил на совещании, что молодые водители зачастую осознанно нарушают правила дорожного движения. Превышают скорость, не пропускают на пешеходном переходе и позволяют себе садиться за руль в нетрезвом состоянии. Свежий пример. В понедельник в Чебоксарах девушка за рулем не справилась с управлением и врезалась в дерево. Водитель в тяжелом состоянии, а пассажир скончался в больнице. Причем права девушка получила два месяца назад. И это уже второе ДТП с ее участием. Сложные метеоусловия могут стать причиной ДТП на федеральных и республиканских трассах. На зимний режим работы дорожной организации перешли еще в октябре. Заготовлены материалы для полноценной обработки дорог. Организовано круглосуточное дежурство действует автоматическая система управления зимним содержанием дорог. Уже совсем скоро начнет работу новое средство массовой информации национальной телерадиокомпании «Таван Радио». В честь этого события в развлекательном центре «Мега Галакси» прошел финал музыкального проекта «Ротация». Поиск новых голосов на новом радио – только качественная музыка и вокал на чувашском языке. Так коротко можно охрекционализовать цель этого проекта. Только шесть певцов и одна группа остались после серьезного кастинга, устроенного организаторами проекта. Именно они участвовали в финале «Ротации». Петь я начала с двух лет. В два года я толком разговаривать не могла. Уже начала петь. Первая моя песня – это «Азамат, радуга». Понравилась, занималась усердно, поняла, что мое, и теперь не хочу отпускать, и все. Это моя первая реакция. Я прошла. Для конкурсантов все только начиналось. Они должны были пройти мастер-классы от профессионалов по разным направлениям. Вокалу, написание текстов и стихов, работе на сцене и в студии, а также пластике. И только потом они стали участниками концерта, где по итогам голосования и должны были выбрать лучшего. Несомненно, есть другие способы уйти. Хыбар! И цепь берем хыбар! Открывайся, проговори его! Голос победителя «Ротация» будет звучать на волнах 100 и 3 FM. Каждый из участников был достоин такого призвания. Перед концертом артисты волнуются, но сцена заставляет собраться. Конечно же, волнуюсь перед каждым выступлением. Каждый человек волнуется, потому что надо петь, как в последний раз. Так что волнение есть, но мы волнение не показываем. Все будет хорошо. По итогам голосования жюри победителем конкурса был признан Константин Рязанов. Кроме ротации на Таван-радио, он получил возможность сделать клип на национальном телевидении Чуваши. В тот вечер ни один из участников не остался без подарков. Столько, не знаю, много разных почестей в плане подарков, сертификаты разные. Ну, приятно, очень приятно. Приятно то, что ребята, которые участвовали, выбрали меня. Я бы всем дал место, правда. После завершения конкурса на сцену вышли профессионалы – звезды Чувашской эстрады. В ближайшее время на национальном телевидении Чуваши смотрите телеверсию финала проекта «Ротация». На этом я с вами прощаюсь. Приятных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова